Объем финансирования проекта составляет более 20 миллиардов рублей. Уникальный для России центр будет сдан в этом году. Сроки сдачи центра не меняются, заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Мы говорим о этапности ввода. То есть мы 31 декабря 2018 года сдаем весь комплекс, то есть третий этап. Первые два этапа сданы и, как я уже сказал, здесь идет лицензирование. И если говорить о приеме пациентов, то на этом корпусе мы приемем пациентов в конце января по окончанию и цензированию. Штат полностью набран, его составляют уникальные специалисты со всей страны. На приобретение жилья для работников в федеральном бюджете предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что параллельно центру в Димитровграде готовится к сдаче еще один значимый объект здравоохранения – хирургический комплекс. Это обязывает регион ставить перед собой новые амбициозные задачи. Первое. Мы должны в ближайшее время подтвердить, в том числе бюджетом 2019, 2020, 2021 годов, выделение дополнительных финансовых средств на приведение социальной инфраструктуры в достойность состояния. Деньги будут выделяться на ремонт действующих социальных объектов. И мы в ближайшее время завершим нашу консультацию с федеральным правительством на строительство новых объектов. Нам нужны здесь новые школы, нам нужны новые детские сады, нам нужны здесь спортивные объекты. И это вот наша задача на ближайшие три года. Также среди задач областного правительства глава региона обозначил выведение транзитного транспорта за пределы Димитровграда с помощью специального дорожного коридора, а впоследствии и строительство объездной дороги. Речь идет и об обеспечении специального бесплатного транспорта, связывающего Димитровград и ближайшие вокзалы и аэропорты. Глава региона отметил, что вопросы, связанные со строительством центра, остаются на контроле на региональном и федеральном уровнях. Татьяна Елисеева, Анжелика Бровинок. Наше время.